Девушки отдыхают Начали! Начали, начали! Можно, да? Давай! Нет, я не Байрон, я другой. Еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я рано начал, кончу ранее. Мой ум немного совершил. Извините, а где пропускайся выписывать? Вот здесь. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А где вот это? Подскажет. Центральный вестибюль, лифт на восьмой этаж, а там спросишь. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Восьмой пост, доложите обстановку. Здравствуйте. Добрый день. Извините, не подскажете, где десятая студия? Боря, все нормально. Какая? Десятая студия. А это не здесь. ТВ-6. Это не здесь, это прямо по коридору, потом направо, там лифты. Еще раз направо, еще один этаж. Ваня Демидову, привет. От кого? Как тебя зовут, красавчик? Данила. Данила. А это кто это? Салтыкова. А звать-то? Борис. Не, ее. Ирина. Где все начали? Заблудился. Леха, что ты разбудил? Где ходишь? Так, ребята, это прямой эфир. Быстро, быстро все. Минута до съемок. Быстро, все, начали. Сегодня скажут, чеченцы пришли, нет? Все, все, Вася, все нормально. Тишина в студии. 30 секунд эфира. Так, извините, а это вы ведьмал собор с Ильей? Да, было дело. Значит, Константин Грумов, орденоносец, это вы. Вы, Данила Багров, и, соответственно, Илья Сетевой. Замечательно. Светерочек снимите, пожалуйста. И главное, не перебивать. Мы готовы. Слышь, а эфиринца вот кого-то тут такая? Ты что это, певец, попсунь, звезда? Добрый вечер. В эфире программа «В мире людей». В 96-м году в Чечне сержант-разведчик Константин Громов был награжден орденом мужества. Правда, тогда он еще об этом ничего не знал. Сегодня награду нашла героя у нас в студии Константин Громов и два его боевых товарища, Данила Багров и Илья Сетевой. Здравствуйте. Так, третье. Дело в том, что Дмитрий Громов, знаменитый российский хоккеист, играющий сегодня за океаном в НХЛ, родной брат Кости. Причем брат-близнец. Так, Кость, за что орден? Это была спецоперация. Потерял сознание? Когда пришел, я вижу, что Большой, значит, у нас... Большой это кто? Большой это он был. Ага, понятно, ясно. Вот, и Большой нас, значит, обоих в левую руку взял и тащит. А в правой руке у него пулемет, а на плече АКМа наши. Вот, у меня, значит, кровища хлещет, бедро разбито, больно. А я вижу, у Дани, значит, АКМа по башке так бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот, я думаю, в этот момент хорошо, что в каске. Пацаны наши там все остались. А вот фотография у нас есть тут. А, да. Это мы и на привале. А кто самый крутой-то из вас? Данила. Это Данила. Ммм. Да, он сам соображал бы, и не боялся. Академия. Алло, привет. Ключ это В-6. Посмотри, там мальчик такой губастенький. Я тебе потом перезвоню. Теперь я в банке работаю, охранником. Хороший банк, солидный. Николаевский банк называется. Все мне нравится там, и ребята хорошие, спортивные все. Вообще, сам-то я из Киева. Закончил школу, поехал к отцу в Тулу. Оттуда и в армию пошел. А вот Илья у нас на Красной площади работает. Ну, да. Это бывший музей Ленина. Я там архивы каталогизирую. У них до сих пор на карточках все. Ну, и по ночам сторожем работает. Я так Данила встретил. Выхожу утром, светает. А он стоит на мазоле и смотрит. Ну, а ты таким хочешь быть? Да я в институт вообще поступить хочу. Какой, если не секрет? В медицинский людей лечить я хочу. Ну, что ж. Это символично. Но вообще обиды-то на страну нет. Вот, смотри, смотри. Брат-то у тебя в Москве уж. По телевизору показывает. А ты тут водку жрешь, сидишь, сволочь. Я-то, чтобы матери помочь. Поврот, я уж скоро. Ничего, мать. Ехал бы, что ли, к брату-то в Москву? Глядишь, пристроит тебя куда дурака. Чай не бросит. Брат ведь твой. Да пошел он. Для абонента 712-515. Ирина, позвони мне, пожалуйста, по 764-12-32. Это Данила, которому ты показал дорогу на ТВ-6. Привет от Демидова. Думаю. Это кто? Салтыкова. А где ты телефон взял? Демиду дал. Митчман! Принеси пивка еще. Холодненько. Ну и вот, Митчика мой в тому времени, года два уже, как в Киеве, в Соколе играл, когда его на драфт взяли в НХР, и сразу в Чикаго. В Чикаго Blackhawks. Ну тогда так круто это было. Представляешь, брат хоккеист, едет в Америку в хоккей играть. Тут киевская братва и наехала. Они связались со своими чикагскими хохлами, там в Чикаго и наехали. Логика простая у них. Мы тебя вырастили, выучили, бабки тебе давали. Теперь давай и ты плати. Жадный суд. А Митчика-то знает точно. Там раз заплатишь, и все, хана. Ну и взял себе там одного местного, крутого, американца, короче. Котенька, ну поговорим, хорошо? Ну, американец все понял правильно. Потянул Митчика компанию, что представляло его дела в НТЛ. Там куча агентов с бумажками, договорами разными. Митчика все подписал, хохлы отстали тут же. Ну и все пошло нормально. Парень играет, голы забивает, в самом составе, все окей. А недавно его в Питтбург Пингвинс перекупили. Но бабки-то все идут на счет к американцу, а тот ему копейки платит, проценты типа. Но Митчика ждал, надеялся, потом понял. Попал, ломанулся к хохлам обратно. Да поздно. Американец-то оказался круче всех крутых отлов. У них там типа новый алькафон. Он даже с Митчика общается через персонального адвоката. А Митчика-то звезда. И много денег должен? Да 900 тонн американских. А по закону нельзя отсюда? Контракт. Митчика в английский не врубался, мудак. Так подписал. Агентом доверился. Думаю, американцы честнее наших. Мальчики, мы пиво хотим. Да подожди ты. Ну? Ну, американец этот в Москву приехал. Ну. Мне Митчика звонил вчера. И что делать? Я с шефом поговорю. Они завтра с американцами встречаются. Слушай, а что ты сам с американцами не поговоришь? Ты же английский, ты знаешь. Как тебя туда и пустили. Я же тебе говорю, он или капон новый. А если он вообще не отдаст? Да не знаю я. Не могу я брата бросить, понимаешь? Мы же с ним близнецы, мы все время вместе. Я год его не вижу и уже... Тоска. Да. Слышишь, а кто это такой? Капон. Нет, не Данилов. Ты что это? Бандит такой был. Ладно, в Америке. На тебя. О, привет. Девчонки! Не, ну. Просто увидеть. Ага. Демидов дал. Не, его нет. А? Ага. Котельническая? Да, знаю, знаю. Ага. А, ну, все. Давай. Слышите, ребята, а где эта котельническая набережная? Ты же знаешь. Подъем. Как там у вас в армии говорят? Говорили. Вставай, абитуриент. Пора к экзаменам готовиться. Ты прилетай, мой солнечный друг, я из-за... Можно я позвоню? Ты прилетай, мой солнечный друг, ты убереги, ты отрасту... Шеф приехал на объект. Валентин Гарович, здравствуйте, я Костя Громов, сын Алексея Ивановича из Тула. Да, да, я помню, кто вы. Два года назад вы помогли моему брату, он сейчас в Америке в хоккей играет. Ну и... Так вот, партнер ваш, Мейнис, из Чикаго, которого попросили позаботиться о Дмитрии, братья моего. Он обманул его и забрал все его деньги в Сибири. Вы, пожалуйста, поговорите с ним, потому что если он и вас не послушает, тогда уж я сам. Что сам? Я не могу привести порядок, куча стихов, дневников. Ира, а что, ты все время себя по телевизору смотришь? А тебе что, не нравится? Да нет, почему? Мне просто наутиллсо нравится там. Да-да-да-да. А что ты тогда сидишь? Давай двигай, мне некуда. Надо к съемкам готовить. Да ладно, не обижайся. Все, короче, лишь бай-бай. Бай-бай-бай, тебе я пропою. Знай-знай-знай, тебя я не люблю. Бай-бай-бай, мне сердце просто бай. Но бай-бай, меня не забывай. Санта-на, ой-я-я. Просто там такую музыку не слушают. Она не настоящая. Где там? На войне. На какой войне, дружок? Здесь мир, здесь другие законы. И я эту музыку пою. Понял? Знаешь, ты мне очень понравилась. Не из-за этого. Борь, у тебя есть жетон-пелефон? Да. Алло, Кость. Ну как? Как? Гуляем, метрополит. Да. Шеф обещал поговорить. Ну, заезжайте со мной в шесть. Конец связи. Ага. Как служба? Давно ты у нас не был, Валентин. Прогресс-лифер. Факс, имейл, интернет. Зато ты в Москву приехал. Сможешь сам оценить красоту древней столицы. Катенька, чай нам, пожалуйста. С мятой сделай, хорошо? Хорошо. Я приехал, Валентин, потому что предложение твое очень серьёзное и непростое. Ты прав. Несколько лет назад принят федеральный закон о разрешении горного бизнеса в индейских резервациях. Но покупка там земельных участков, иностранными компаниями и частными лицами – дело незаконное. Поэтому я и обратился к тебе, Ричард. Я знаю твой талант обходить закон. Валентина Гарович, чай готов. Несите, Катенька. Это очень большие деньги, Валентин. И я знаю, что у тебя их нет. Это правда. Но у меня есть серьёзные партнёры, которых я назвать не могу даже тебе, Ричард. А главное, что все операции будут идти через меня. Теперь я хочу выслушать твои соображения по технической стороне вопроса. Он сейчас занят. Но я ему передам. До свидания. Очень хорошо. Помнишь, два года назад я просил тебя за одного русского хоккеиста в Чикаго? У него там были какие-то неприятности с украинской мафией. Если просил Валентин, значит, всё нормально. Вообще-то мы затеяли большое дело. У тебя есть интересы в алмазном бизнесе? У меня есть интересы в НХЛ. Всё это не должно касаться нашего нового договора. Теперь мы должны заботиться друг о друге. Я заеду за тобой в гостиницу Метрополь в шесть. Проводи господина Мэннис до гостиницы. Начальника охраны ко мне, быстро. Да, спишь? Уже пять часов. Я в музее. Ты заезжай за Костей. А я потянусь к семье. Мне тут рядом. Понял? Всё, понял. Конец связи. Конец. А возить ногами надо, а не головой! Кожёл! Наплодили уродов. Сначала машину купят, потом права, а то, что ездить надо уметь. Куда? Придурок! С твоими мозгами каток водить надо! Придурок! Где они только деньги берут, тоже покупают, наверное. Страна козлов и баранов. Голосуешь за худого, глядь, через год сидит кабан в телевизоре, рожа, что жопа ещё, меня учат, как жить, как. Где на Таганке? Вот за тем домом направо. За тем домом? Это театр на Таганке за тем домом. В нашем поколении дебилов меньше было. Что ты ёрзаешь, корова? Ты зелёная от красного, отличаешь! Зелёный иди, красный, стой! Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс! Погуди, а? Это когда на пароходе поплывёшь. С вас 66 рублей. Подождёшь пять минут, я за товарищем... Таких придурков даже бабы не жду. Мы легли на дно, Мы зажгли огни Во вселенной только мы одни Гнист своё линию, Гнист своё линию, Гнист своё линию, Горято огни... Милиция, Камара. Убийство. Хохловский переулок, дом 7, квартира 4. Убит Громов Константин. Обнаружил Данила Багрова. Жду здесь. Илья, Костю убили. На трубку не звони. Сиди в музей. Всё. Сиди в музей. Начальник, норы опусти. Начальник, норы опусти. Дай сигарету. Чужкар, прикурить дай. Ну ты, парашник, оглох, что ли? Не слышал, что тебе старший сказал? Дай сигарету. Значит, собрались в институт поступать. Приехали осмотреться, про подготовительные курсы узнать. А что регистрироваться нужно, не знали. Так? Так? Ты же считаешь. Я имею право задержать вас еще на трое суток до выяснения обстоятельств. Тебе надо. Ты за что задержанных избил? Водила. Плеер верни. Я стою на краю на обрыве над рекой. Не могу пошевелить ни рукой, ни головой. Защемило сердце мне в голове, а замкнуло. Мне осталось только петь то, что ветром голову надула. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пушки надо достать. Алло, фашист? Это Илья. Нам трофеи нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это кто? Свой. Свой? Свой своему поневоле брат. Народная фашистская поговорка. Фашист? Данила. Немец? Русский. Вообще-то у меня это, дед на войне погиб. Бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что могу предложить, господа? Пять МП. Четыре сороковых. Один тридцать восьмой. Все отстреляно. Все в полном боекомплекте. Гранаты. Противопехотные, осколочные. Дают осечки. Примерно пятьдесят на пятьдесят. Пауз-патроны два. Извини, не проверял. Вот пистолеты есть. Четыре Вальтера. Один Парабелл. Это из импортного. И теперь отечественный производитель. Ручной пулемет Дегтярева. Считаю, в масле. Четыре ППШ. Машина тяжелая, но надежная, убойная. Тульский Токарев, он ЖТТ. Сегодня один. Извини, очень быстро разбирают. Но вот есть наган, но совсем ненадежный. Время. Стащил его ударный механизм. Принтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересует. Слушай, а откуда все это? Куда едет? В Москву. Я мог бы выпить мою, я мог бы стать пыльным. Вечно молотым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною в аду. Вечно молотым. Вечно пьяный, вечно молотым. Вечно молотым. Слышь, Дань, он не уходит. Брат. А потом в Николаевский банк зашел. Спросил Громова Костю, мать-то записала все, а мне охранник козел говорит, нет такого. Ну, думаю, все. Если в музее никого, деньги нет. Паспорт на каждом шагу спрашивает. Хорошо штаны милицейские надел. Хорошо штаны милицейские надел. Хорошо штаны милицейские надел. Вещи. Настоящие? Угу. Чапаевский. Во были времена. Поедешь со мной в Америку? Да хоть вафли. Паспорта нужны и виза. И машина надежная на несколько часов. Брат, поможешь? Ладно. Мы легли на дно, мы зажгли огни, во вселенной только мы огни. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию, горят огни, сверкают звезды. Все так сложно, все так просто, мы ушли в открытый космос в этом мире. Больше нечего ловить, гни свою линию, гни свою линию, горят огни. Дай-ка прикурить. Ты хоть спишь когда? А то мой все ездит, ездит, в плелки ставит, базары трет. Крутая у твоего машина. Немецкая? Да, мужик, ты чего? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы к кому? А, так он уже прошел. Да я знаю, я брат его, опоздал, извините. А, ничего, ничего, еще не начали. А сумку вы можете в гардеробе оставить. Да не, спасибо, у меня подарок. Мы открываем наш концерт, посвященный дню гимназии. Гимназиста. Его открывает Федя Белкин. Он прочтет нам стихотворение гимназиста. АПЛОДИСМЕНТЫ Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. Колик, хаш, и колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь город гимназистов исполнит... Федя, привет. Здорово ты это самое. Стихотворение прочитала. Я твой новый учитель по-русски, Данила Сергеевич. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валентин Аббарович, здравствуйте. Я Федин, учитель по-русскому языку, Данила Сергеевич. Очень приятно. У меня к вам разговор серьезный. Давайте в учительскую пройдем. Ты беги в зал, пока. Слышь, кто это такой? А это наш новый учитель по-русскому. Руки на столе держат. Вот так. Там глушитель. Я на крючок надавлю, яйца твои на пол упаду. Что страшно? Когда Костя убил, он не страшно? Какого Костя? Грому. Это не я. Это... Это... Американец. Это он. Я... Я не мог. Я... Я отца его знаю. Я Константину пообещала. Я не думал, что он откажется. Он... Он жадный. Данные на американцев. Быстро. Вы просите, у нас этот разговор важный со спонсором. Буквально несколько минут. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Контролирует конгрессменов. По привычке занимается наркотиками через давно налаженную систему. Владеет сетью блюз и рок-клубов Чикаго. Через них отмывает деньги. В клубе метро у него вроде бы как штаб-квартира. Спекулирует с землей и недвижимостью. Какие-то интересы в НХЛ. Все, что стоит денег, его интересует. Даже заказывает в России видео с настоящими изнасиловедными убийствами. Там продает. Очень жадный. За 100 долларов удавится. Вот и с Костиным братом так. Я правда не виноват. Подумаешь, миллион у него их... Не надо стрелять, вы же разумный человек. Ладно же, Вига. Сына благодари. Жалко такого парня без отца оставлять. Сиди тихо. Штаны суши. Вы его не беспокойте минут 10. Он в заявлениях учителей совет пишет. Ну, ты сейчас не смотри, не затягивай. Представьте такое дело, брат. Не встанет в нужный момент, и все. Ну, давай. Достали. Ты зачем его убил? Осел! Так вы же сами сказали. Нос сует не в свое дело. Видеть его больше не хотите. Дурак. А вот Илья у нас на Красной площади работает. Это бывший музей Ленина. Я там архивы каталогизирую. У них до сих пор на карточках все. Ну и по ночам сторожем работаю. Музей быстро. А тогда не быстрее. Нахожу утром, светаю. Колеса надо менять. На колесах спалимся. Не спалимся. Я другие номера поставил. Этот бык у школы запомнил. Сменю еще. Когда паспорта будут готовы? Может, завтра, может, послезавтра. Это дело непростое. Да. Он умер. На, вот. Деньги возьми. Последний. Как только будет ясно с паспортами, купи два билета до Чикаго на ближайший рейс. Теперь уходить надо. Они рано или поздно в музей выйдут. И квартиру, которая поют, мне нужно. Милиция мой адрес есть. Пошли. А давайте этот возьмем. Такая вещь. Для абонента 712-515. Ирина, позвони мне срочно. Это Данила. Я же говорил, спалимся. Сиди спокойно, не спалимся. Здравствуйте. Инспектор Делов. Здрасте. Да, слушаю. Она сейчас не может. Она в клипе снимается. У тебя пропуск декадный? Сейчас, подожди. Да, декадный. Сейчас подъеду. А где там? Ага. Телецентр поедем. Счастливого пути. До свидания. Ух ты. Главное, не суетиться. У меня все документы в порядке. Да, дед, не бойся. Мы друзья Ильюшины. Мы ничего не тронем. Посмотрим выставку и дальше поедем. Час как уехали. Трое. Ящик какой-то увезли. Да. Дед старый. Не помнит ни хера. Слушай, оставь засаду. Всем искать белый Вольво с кенгуру. Подключи ГАИ. Номера могут быть другие. Да, еще. Проверь все авиакомпании. Фамилия Багров. Рейс до Чикаго. У аэрофлота я, конечно, узнаю. Но другие компании такую информацию не дадут. Я что, тебя учить должен? Что? Ушла плохо. Снято. Ушла плохо. Двадцать пять кадров и трек целиком. Снимаем звонок в момент. Готовились. Тихо, тихо, тихо. В команде начали боюсь. Волния, метродой. И давно так? Третий день уже. Трудная у тебя работа. Бывает хуже. Это это, где служил-то? Волевая. Угу. Поучаствовал бы. Афган застал мне. Слушай, а у тебя это, в цирке ничего нет? Ну да. Ну просто она мне понравилась очень. Поет, только херню вся. Ну то ли дело там, наутил с ДДТ. Может ты музыкальным продюсером будешь? Может и буду. У меня слух только. Еще часа на три, на четыре. Думала, раньше закончил. Режиссер, видишь? Слушай, давай тебя дома подожду, а? Боря, дай ему ключ. А лучше подвези. Не, не надо, я на машине. Купить что-нибудь? Как проснусь, позвоню. Слушай, братан, это что, Салтыков, что ли? Живет здесь. Слушай, братан, не знаешь, чья точка? Не знаю, где что-то. А этого видел здесь? Нет. Салтыкова клевая. Прешь и нет. А-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Это Борис. Тут возле Вольво какие-то трутся. Серьезные. У них фото твое. Менты? Не похоже. Сколько их? Двое возле машины. Еще в джипе сидят. Сколько не вижу, окна темные. Один у входа. Спасибо, Борис. Ирину не подставь. Устала? Слушай, я не один. Не один? Это мой родной брат Виктор. Он вместо отца был. Виктор Сергеевич? Ирина. Очень приятно. Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь. Подпудренный, как баба. Есть такой... Одно слово. Румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? Алло. Илья-то где? Скупенная адрес. Садовая Триумфальная, дом 2, друг 30. Паспорта готовы, вылет завтрута. Понял? Быстро давай. Там джип безумный, минимум 4 бойца. Ты беги к машине сразу, на ходу уже мне дверь отправляй. Готов? Вы чего здесь третесь? Бежать! Белкину привет. Пошел. Осечка первая. Куда едем? Я пойду. Их двое. У него автоматы и гранаты. Ранили Ширяя. Номер Вольво. Семена, подключи. Ну, если упустите. Вот, вот этот, лысый, с ним в школе был. Савва опознал. Я проверил. У ментов на него ничего нет. Теперь пробиваем по братве. И еще. Заказано, выкуплен билет на рейс с аэрофлоту номер 329, Москва, Чикаго, на имя Багрова. Вылет 22-го в 9-10. А сегодня какое число? Баранович. Да, Белкин слушает. Здравствуйте, Валентин Исгарыч. Мы перевели сегодня первые деньги на указанный вами счет по новой схеме. Так что все в порядке. Партнер получит их вовремя. Хорошо, Константин Алексеевич. У вас все нормально? Да-да, спасибо, отлично. А мы слышали, у вас проблемы. Я, Константин Алексеевич, свои проблемы решаю сам. До свидания. Всего наилучшего. Я, Константин Алексеевич, свои проблемы решаю. Я, Константин Алексеевич, свои проблемы решаю. Я, Константин Алексеевич, свои проблемы решаю. Не оторваться, брат. Места мало. Оторвёмся. Даня, сверни где потише. А как скажу, тормозни. Даня, сверни где потише. А как скажу, тормозни. Я обманул фашиста. Даня, сверни где потише. Даня, сверни где потише. Даня, сверни где потише. Даня, сверни. Даня, сверни где потише. 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 Айлам, я погиб. Думаю. Здесь у меня dock". Субтитры сделал DimaTorzok Ты мне звони, ладно? Ты куда? В Америку? Да нет, тут недалеко под Тулу. Ты мне набирай без всякого кода, как в Москве. Такой телефон специальный, Румин. Да знаю я. Ну и ненадолго, мне на 4 всего. Да. Ну, номер. Пойдем, подъем. Тулу. Друг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Работал в Питере. Около года назад завалил верхушку одной питерской группировки и пропал с концами. Ну, наши его признали. Он на тот рейс садился. Вот. Значит, они киллера наняли. А Багров не улетел. Услите мою охрану. Искать Багрова и этого музейного. Проверить, у кого он мог быть в том доме, где в первый раз Вольво нашли. И установить наблюдение. Да, и отправить хохлам фото Лысого. Татарина. Пусть как хотят, найдут. Все. Цель приезда в США. Нью-Йорк, фильм-фестиваль. Куда тебе, парень? На Брэйтинг-Бич. А сколько будет стоить? 45. 45 чего? Чего? Доллару. А дешевле нельзя? Нет, нельзя. Туда садись. Здрасте. Брэйтинг-Бич. Чего орешь? О, я думал, вы по-русски не понимаете. Думал. Думать меньше надо. Соображать больше. Не в России теперь. Вот уроды. Каждому надо притормозить и поглазеть. А чё это там? Одним уродом больше. Это вы про меня? А про кого? Чё ты припёрся сюда? Так, людей посмотреть. Посмотреть. Я вашего брата хорошо знаю. Давно езжу. Сначала у знакомых, потом посуду мыть или грузчиком в магазине. Квартирку снимешь и приехать. А там, куда крива американской мечты выведет. Зря вы так. Я родину люблю. А, патриот. Русская идея. Достоевский. Держава. А где твоя родина, сынок? Сдал Горбачёв твою родину американцам. Чтоб тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Русских людей в Прибалтике сдала. Сербов на Балканах сдала. Родина. Сегодня родина там, где задница в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Затем и приехал. А у вас брат в Москве есть? Чего рот раскрыл? Развзяла. Проходи давай. Я искала тебя Годами долгими Искала тебя Дворами темными Журналов и нас Среди друзей В день Когда нашла Сумма сошла Ты Совсем как в осье Совсем как в альбомах И я Рисовала тебя В даду ощутай Шипыли звонки Ночные Больше слез За нервы Любовь И стрелки Больше Где Кино не мои Старые Зазновы Кур Ришь Каждые пять Вот познакомься Данила Куйбышев Эх, Москва, Москва Осет Ну, пойдемте, молодые люди Молодой человек Вы не смотрите На внешний вид Вы знаете Как у нее Мадон Как у моей Сони До Киева Довезет А до Чикаго Довезет Довезет До Сан-Франциска И обратно Молодой человек Мы Узкие Не обманываем Другого До Сан-Франциска И я рисовала Тебя Не лошусь Я Искала тебя Годами долгими Искала тебя Дворами темными Жирно И но Годами долгими Искала тебя Ночами Привет Ты где? Да я тут Под Тулой Застрял Машину Сломала У тебя как? Нормально? Отлично Заедешь сегодня? Не Я сегодня смогу Звонить А это новый москаль Вот еще один русский Татарином Кличуть Татарином зовут Ну и рожа Котики в Москве Кого только у них нет О, я же его в аэропорту Я его в аэропорту видел Он меня бандеровцем обозвал Дежурить в ресторане Метрополь Дежурить в ресторане Метрополь Где собираются русские Еще Помните хоккеиста Громова Митю Заходил к нам Они могут встретиться А что с этим делать? Выбрось Я мог бы выпить море Я мог бы стать другим Вечно молодым Вечно пьяным Я мог бы стать рекой Быть темною в аду Вечно молодым Вечно пьяным Вечно молодым Дайте мне бутылку И предъявите документы Че тебе надо? Не понимаю я по вашему нахерам Вы нарушаете закон штата Иллинойс Запрещено пить алкоголь в общественных местах Документы, пожалуйста Чего? Чего ты мне паришь? Все покупают и пьют Вон возле магазина Пойдем покажу У них бутылка в пакете Я не вижу, что они пьют А вы открыто пьете в общественном месте Паспорт или права покажите Какая разница? На Вы арестованы Паспорт дай Пройдите к полицейской машине Да пошел ты Я полицейский Да ладно, я сам милиционер 10-19 Нападение на полицейского ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Русский? Ага Из Москвы? Москва Россия очень большая Тебя как зовут? Данила Данила? Я Бен Джонсон Из Чикаго, Иллинойс Данила Багров Мой брат Мой брат Мой брат Мой брат Мой брат Чем ты занимаешься? Я водитель Я вожу грузовик, а ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Студент Мой брат Студент Учишься на доктора? Да, доктор Я куплю машину в Нью-Йорке Брайтон-Бич 500 долларов За эту машину? За эту машину? Рашен Мьюзер Это новая Нью Поставим Если огонь Пепел Тень Это Часть Света Счастье Мое Где ты? Только В руках Ветер Было Теперь Нету Счастье Мое Где ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как Крусталь Слезы Если Нет их Кто же Весню Домить Сможет Бьется В окно Ветер Ночь Как Конец Света Счастье Мое Где ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочку хочешь? Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, мальчики, как дела? От сосу за 30 баксов Ты платишь 10 за то, что смотришь НО, 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 НО Казала, твою мать Подожди, постой Чего, русская, что ли? Чего тебе надо? Все Погоди На вот Тебя как звать? Мэррин А это по-русски так? Даша А, для Данины Данина, давай, поехали Зовут тебя Понравилось? Понравилось? Ши Расен, в общем Стой, останови Не стой Она проститутка, он сутенер Так всегда бывает Не надо вмешиваться Он был у Салтыковой Соседка видела У какой Салтыковой? Ну, у Ирины Салтыковой, певица Ну, эти глазки там, голубые глазки Она, он у нее канталаса, точно Наши пробили Ну, что, тряхнем? Кого? Салтыкова Да, Хакен, Хакен Не знал бы я, пидорока, 12 лет Сидел бы ты здесь Она же звезда, ее все Москва знает Тряхнем Ручка ей лучше поставь Через телефон его найдем Понял КОНЕЦ Ты закрыла сердце на замок Чтобы я в него войти не смог Или я сломаю твой секрет Или ты сама ответишь мне Любишь, 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 любишь меня Алло, я Любишь, 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 любишь меня Если вдруг замучили тебя Шарохи ночные в тишине Алло, Митя Митя Алло Это Данила из Москвы Костя, друг Алло Митя, возьми труп Алло Мне надо с тобой встретиться У меня информация важная от Костя Алло, Митя, возьми труп Митя, это Данила Неприкасаемые Экскурсии по гангстерскому Чикаго Если вы услышите стрельбу, подойдите на пол Все на пол Так вы выживете в Чикаго Чикаго знаменит Джоном Диллинджером, Баксом Моррейном и Альфонсом Капоне Сухой закон, 1920 Господи Извините Вы можете встать Можно вас подвезти Садитесь Мне очень жаль Я не хочу неприятностей Иди телеведущая Я спешу на съемки Лиза Джеффри С телевидения Данила Я отвезу вас в больницу Я вызову доктора Я доктор Ага Бэтрум Ванная Бэтрум Чего? Бэтрум Вам надо в ванную Данила Я не могу пропустить программу. Я скоро вернусь. 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 Проститут. Мэрилин. 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 Снежок, пошли. Ты куда, мать твою? Стой, пока я тебе не сказал. Понял? Ты просто кусок говна. У тебя деньги есть? Туда не смотри, сука. В глаза мне смотри. Ты куда, мать твою, ниггер? 300 баксов. Я не могу, мать. Я не могу, мать. Да, не могу, мать. Пойдем, пока. Я бью твою герпель. Почти на чуй. Это белый мужчина. Рост 5 футов, один дюйм. Голова обрита. Предположительно, русский. Сиди здесь. Офицер сейчас придет. И не дергайся. Я же говорю, я доктор, турист. Приехал к Дмитрию Громову, другу своему, хоккеисту. Я гулял, понимаете, я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас на везде можно ходить. У нас это везде можно. Я на метро ехал, увидел, в окошках красивые дома вышел. Около бара какого-то они начали приставать. Я не заходил даже, я же не понимаю, что они говорят. Ну, начали толкаться, смеяться, ножикам угрожать. Деньги отняли. Там есть красивые дома? Кто его забрал? Черный Джек, это его район. Своих никого не забрал? Нет, только русского. Говорит, что тот проститутку избил. Врет. Иди. Долбаные ниггеры. Окей. Деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клуб метро. Извините. Добрый вечер, господин Меннис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Митя, возьми трубку. Это Данила из Москвы. Митя, возьми трубку. О, алло. О, привет. Я уж думал, не дозваниваешь никогда. Встретиться надо. Так это больше тебе надо. Меня Костя попросил. Убили его? Нет, по телефону нельзя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Писполезно, он не отдаст. Да ты не думай об этом. Ты мне скажи, где он живет. Я уж сам договорюсь. Я слово заветное знаю. Давай, поехали. Иду, иду. Иду, Лёд. Иду. Как? Это офис. Где он живет, я не знаю. Слушай, а можно... Что делаешь, давай, соберись. Иду, иду. Слушай, а можно ты прикантуешь пока? Ты знаешь, у меня головная сейчас новая. Она не поймет, боюсь. Если так не принято. Понимаешь? Слушай, а денег дашь? Сколько тебе? Ну, долларов триста. Нет, у меня таких кешев не бывает. У меня все на кредит карте. А это не рок я с собой не ношу. Я посмотрю в раздевалке, может быть, долларов 20 найдусь. Миль. Как по-английски, марган. Дмитрий, давай работать. Миль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дороги перекрыть. Даша! Даша! Тише! Тише! Тебе порога мало дали? Привет! Ну, давай быстро. Чего тебе? Я за тобой. Русские на войне своих не бросают. Че это? Че? На какой войне? По голове стукнули. Подожди, мне оружие надо. Помоги, я здесь кроме тебя никого не знаю. Зачем тебе? Надо мне даже. А деньги у тебя есть? Есть. Нужен пистолет-пулемет с обойным на третий. Ну, это уж как выйдет. Двести долларов мне. Договорились. Это ладно? Ты переводи, а по-английски не понимаю. Две тысячи, покажи бабке Так пусть он пушку покажет Шоуфим де гам А ты спроси у него, это две за оба или за один? За один, деньги покажи Темно тут у вас Гоу! 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 Вот и все. Знаешь такое стихотворение? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Ты, снежок, мать твою, Мэрилин. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Я сейчас кожу сдеру с твоей жопы. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Ты, белый мудак, я сейчас башку тебе снесу. Это родина моя. Всех люблю, на свете я. Иди сюда, Мэрилин, сука, мать твою. У тебя черный ход есть? Привет. Ты что делаешь? Бегу. Валентин Ангарович, мы перевели деньги. Процесс идет, как говорится. За вами, конечно, ваша репутация и слово. Но у вас неприятности. Я говорил, что со своими неприятностями... Белкин такими деньгами не рискует. Слушай, а что такое по-английски, how are you? Как поживаешь или как дела? Им что, всем интересно, как у меня дела? Не, они интересны. А что ты отспрашиваешь? Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег. Есть охота. Слушай, здесь в озере раков уползает прямо на пирс. Главное, никто не ловит. Слушай, может, он вообще не придет? Придет. Продолжение следует... Восемь лет это много. Мне тогда еще двадцати не было. Университет, перестройка, Америс, СССО. Сам уж вышла, потом сразу развелась. Сначала в Нью-Йорке, в экскорт-сервисе работала. Это по вызову. Потом кокаин, крэк. Уехала с одним тостом в Чикаго, бросила у меня. С козлом этим черным связалась. Хотя покойников плохо нельзя. Ладно, банально все это. Слушайте. Знаешь, я последний раз так в восемьдесят четыртом году сидела. Вот поход ходили на глупое озеро. Поехали с нами домой. Там хорошо. А что я там делать буду? А здесь ты что делаешь? А мне здесь нравится. В Америке вся сила мира. А в чем сила, брат? А вот в чем. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше. Ну хорошо. Вот много-то денег. И что ты сделаешь? Куплю всех. И меня? Как вы делаете сегодня? Как вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Крауфиш? Вы не можете крауфиш. Что ты делаешь? Грязь говорит. Вы знаете, что в ботовом лекции? Грязная пища. Раки со дна грязь едят. И песни нельзя. Грязь. Чего? Счет. Да ты на себя посмотри. Черные как сволочь. Ты мой датчик читал? Он обшел отсюда. Негр. Гоу, гоу. Негр. Ты кого нигером назвал? Сейчас я покажу вам, кто на самом деле нигер. Зря ты его негром назвал. А он кто? А проамериканец. А какая разница? Нигер, это для них ругательство обидное. Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы. В Германии немцы. В Израиле евреи. В Африке негры. А мне кажется, сила в них. Вон в них есть что-то первобытное. Что-то животное. То, что мы давно потеряли. Поэтому они сильнее. Белые чувствуют это и боятся. Уходить надо. Вот, суки, раков не дали поесть. Как грустно и очень. Необычно все вышло Ушла от меня И в ночь теперь слезы накричу Мне просто обидно шаги И одиночество слышу И страшно подумать И вряд ли я жизнь доживу Барбар Тебе чего? Туалет Это там Ричард Помнишь, я спрашивал про русского хоккеиста из Чикаго? Будь поосторожнее Один русский за тобой поехал Профессионал Я тебе по интернету пошлю фотографию Он уже в Чикаго Нам надо заботиться друг о друге Чем могу служить? Мистер Меннис, офис Как вас представить, сэр? Могу я поговорить с господином Меннисом? Нет, спасибо Уехал в клуб? Будет поздно вечером Да не жди, да кинул он тебя Может, случилось сейчас По-моему, он просто козел Он брат мой Ладно, поехали к Меннису Большие города Пустые поезда Ни берега, ни сна Все начинать сначала Холодная война И время, как вода Он не сошел с ума Ты ничего не знала Полковнику никто Не пишет Полковника никто Не ждет На линии огня Пустые поезда Пустые поезда Которых никогда Ты раньше не бывала Пустые поезда На тонкие слова Не стреляй Меннис Не стреляй Меннис Отпустите меня Где Меннис? Езжать, сука У Менниса в офисе Там все наличные Меннис Меннис Продолжение следует... 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 Продолжение следует...